Семинары для трудовых мигрантов Московской области проводит Главное управление социальных коммуникаций. Задача информирования людей, приезжающих на заработки в Подмосковье, об их правах и обязанностях. С этой целью на встречу с иностранными гражданами приглашаются специалисты, которые помогают мигрантам в решении их вопросов в кратчайший срок. Согласно 115-му федеральному закону о правовом положении иностранцев в Российской Федерации, граждане, желающие работать в России, должны иметь при себе миграционную карту с указанием цели визита. Кроме того, необходим патент для мигрантов из СНГ, Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Участники семинара, представители Центра профессионального образования уверяют, что в получении документов через неблагонадежные фирмы или агентства это всегда риск. Обязательно, когда вы въезжаете на территорию Российской Федерации и стали уже на миграционный учет, если вы хотите работать, никогда не опирайтесь на советы ваших друзей, возможно, знакомых, когда вам говорят, что вы можете просто прийти, подписать трудовой договор с работодателем и осуществлять свою трудовую деятельность. Нет. У нас с 2016 года действуют изменения, по которым вы обязаны приобретать патент. Патент, либо же разрешение на работу на территории Российской Федерации. Без этих документов вы не имеете права официально трудиться на территории Российской Федерации и, соответственно, ваше пребывание здесь будет считаться незаконным. Еще один нюанс. С 2015 года трудовые мигранты должны иметь сертификат по комплексному экзамену. Русский язык – история, основы законодательства. Тестирование можно пройти в Центре профессионального образования. Вам необходимы документы. То есть ваш паспорт, с которым вы приехали, миграционная карта, опять же. И, соответственно, если вы сдаете на патент, то необходим паспорт, его перевод и миграционная карта. Если сдаете на РВП, то то же самое – паспорт, перевод и миграционная карта. А если вы сдаете на вид на жительство, то необходим паспорт и штамп РВП, который у вас уже стоит. Также на семинаре прозвучала тема необходимости дополнительного медицинского страхования. Мы говорим о том, что это обязательно, опять же, страховать себя, своих близких, потому что при наступлении страхового случая, к сожалению, уже вам никто помощи не окажет. Участие в семинаре приняли более 20 человек – иностранцы и работодатели. Вопросов было немало, но главный посыл – законность и своевременность оформления документов. Участники семинара получили исчерпывающую информацию из первых уст. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Мигранты.